Всем привет! Решил я буквально на бегу мимоходом снять коротенький ролик, так сказать, не для всех. Интересен он будет только людям, как говорится, в теме, ну или иначе говоря, людям со специфичными интересами, связанными со спортом. Просто покажу то, что, по мнению многих, давным-давно уже не существует. Это старый добрый ритаболил, он же Нандролона Деканат от фирмы Гедеон Рихтер. Не знаю почему, но очень многие почему-то уверены, что ритаболил прекратили выпускать где-то то ли в 90-е, то ли вообще в 80-е годы. И за последние как минимум лет 15 мне уже не один десяток раз пытались доказать, что ритаболила нет. Многие мои ровесники с ностальгией мечтательно вспоминают. Ты помнишь, какой был раньше ритаболил? Не то, что нынешние препараты, а уж какая раньше была трава, какие были деревья. Эх, если б найти где-то ритаболил. А молодежь, наслушавшаяся ветеранов, знает о чудо-препарате ритухи, от одной ампулы которого просто разрывало в клочья. Но, к сожалению, чудесный препарат канул в лету вместе с Советским Союзом. Короче, показываю то, чего якобы давно нет. Вот он, достаточно свежий препарат со сроком годности до 2018 года и реализуемый через аптечную сеть. Это тот самый ритаболил. В последнее время упаковка обзавелась голограммкой для защиты от подделок. Ну, а в остальном все вполне традиционно. Простая коробочка на одну ампулу. Ампула также традиционно содержит 50 мг действующего вещества. Причем, поскольку препарат является продуктом официального фармпроизводства, можно быть уверенным, что внутри именно нандролона деканат и именно 50 мг без всякой интриги и лотереи. Само собой, имеется инструкция. Короче говоря, слухи о смерти ритухи сильно преувеличены. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. До свидания.